Диспенсация невинности Диспенсация совести с 4 главы книги Бытия до Ноева Ковчега. Это время, когда отношения между Богом и человеком определялись по человеческой совести. Бог обращался к людям через совесть, требовал от них послушания совести. Ну, вообще говоря, из этого мало что получилось, и все кончилось потопом и строительством Ноева Ковчега. Следующая диспенсация – это диспенсация гражданского управления. Это время от сразу же после Ковчега, до одного потопа, получается, до строительства Вавилонской башни. Ну, фактически до Авраама. Это время, когда Бог дал человеку право самостоятельно управлять этой землей. И, да, гражданское управление. И это время закончилось также Божьим судом в результате строительства Вавилонской башни. Это смешение языков. Дальше начинается очень большая, очень важная диспенсация. Это dispensation of promise или диспенсация обетования. Диспенсация обетования – это от Авраама, и захватывает она все времена патриархов. И идет практически до закона Моисеева. До того, как израильтяне получили Моисеев закон, до выхода из Египта. Центр этой диспенсации в том факте, что человек жил обетованием. И главное было обетование, которое получили патриархи, которые получили их потомки. Закона, как такового, сформулированного еще не было. А отношения между Богом и человеком шли, исходя из Божьего обетования. Следующая диспенсация – это, как вы уже могли догадаться, диспенсация закона. Диспенсация закона. Это длинный период от Моисея и аж до смерти Иисуса Христа. То есть, в принципе, его жизнь, земная жизнь Иисуса Христа, также укладывается в диспенсацию закона. И вот об этом нам с вами необходимо сказать. Причем сказать подробнее. Прежде всего, к этому времени относились Божьи заповеди. Причем заповеди были разного характера. Об этом в других курсах, я думаю, вы говорили. Были церемониальные заповеди, были нравственные заповеди. То есть, фактически, все аспекты жизни человека были описаны Божьей заповедью. И главное, что требовалось от человека, главное, что требовалось от Израиля, ну и любого благочестивого человека, это повиновение, соблюдение Божьих заповедей. А большинство диспенсационалистов все-таки скажут, что мы спасены благодатью. И тогда, во времена закона, люди тоже спасались благодатью. То есть, соблюдение заповедей, это, конечно, не способ спасения. Сказать, что соблюдение заповедей, это способ спасения, было бы ересью. Но отношения между Богом и человеком регулировались вот этими обязательными заповедями. Почему это важно для интерпретации или толкования Библии? Период закона закончился смертью и воскресением Иисуса Христа. Сейчас другой период, сейчас другая диспенсация. Поэтому, с точки зрения диспенсационалиста, заповеди, сформулированные тогда, считаются обязательными только в том случае, если они повторяются в Новом Завете, особенно в посланиях, или если на них косвенно ссылаются авторы Нового Завета. И то сейчас, в теперешнее время, куда важнее не соблюдение заповедей, а жизнь по благодати. Поэтому, когда диспенсационалист читает, и самое главное, толкует, истолковывает Священное Писание, он читает закон Божий, который дан, в частности, в книгах Моисеевых, в книгах Певпетикнижии, он говорит о том, что да, для иудеев это было обязательно. Мы сегодня живем не под законом, мы живем под благодатью. Поэтому для диспенсационалиста не проходят аргументы, например, связанные с тем, что нехорошо бы носить мужчине женскую одежду. или женщине мужскую одежду. Это аргументы, взятые из закона Моисеева. Не проходит и масса других аргументов. Потому что диспенсационалист скажет, да, действительно, в Израиле это было так, но мы живем по совершенно другим принципам. Поэтому и наказания ветхозаветные для человека, который принимает диспенсационалистскую теорию, диспенсационалистский взгляд, они тоже не актуальны. Он скажет, что ветхозаветные заповеди – это пример для нас и это указание на будущее служение Христа. Но не больше. Тогда вопрос, а как же насчет десяти заповедей? Вообще говоря, диспенсационалисты принимают эти десять заповедей, не как условия спасения, конечно, но принимают их, потому что они все, кроме одной, повторяются в Новом Завете. Их все повторил, в частности, Христос. Есть одна из десяти заповедей, которая не повторяется в Новом Завете. Кто не вспомнит, какая? Соблюдая субботний день. Вот заповедь по субботнему дню не повторяется в Новом Завете, потому диспенсационалисты скажут, что да, принцип это есть, он повторяется, принцип отдыха, но день этот может быть любой. Именно поэтому суббота становится воскресением и никакой проблемы в библейском плане здесь нет. Именно по всем этим причинам диспенсационалисты совершенно не убеждают разговоры о том, что вот нечто для нас сегодня важно, потому что это было важно для еврейского народа. В частности, большое количество разнообразных праздников, большое количество ритуалов. Да, эта ритуальность была важна в те времена. Сегодня мы живем в другое время. Вот когда вы слышите рассуждение такого плана, такого вида, что да, это было сказано евреям, это было сказано тогда, в те времена, сейчас у нас все по-другому, вот у этих высказываний есть богословская причина. И эта богословская причина является диспенсационалистскими взглядами. Следующая диспенсация. Это диспенсация, в которой, кстати говоря, живем мы с вами. Это диспенсация благодати. Dispensation of grace. Диспенсация благодати. Началась она после смерти и воскресения Христа. И продолжается до наступления великой скорби, которую тоже иногда выделяют в отдельную диспенсацию. Что такое диспенсация благодати? Это время, когда наша главная задача не в том, чтобы закон Божий соблюдать, а в том, чтобы принять Божий дар спасения и праведности. Вот смысл нашего с вами существования, нашей с вами жизни. Не в том, чтобы исполнять все предписания Ветхого Завета, а в том, чтобы принять Божий дар, в том, чтобы получить спасение через смерть Иисуса Христа. Вот это смысл благодати, диспенсации благодати. И спасение дается не по нашим заслугам, не по нашим делам, а по Божьей милости. Значит, мы с вами живем по благодати, а не по закону. С точки зрения диспенсации закона, понятно, почему то, о чем говорилось в Ветхом Завете, те предписания, те правила закона, которые говорили в Ветхом Завете, к нам не особенно относятся. Они говорили с конкретным людям в конкретное время, в конкретных условиях. И самое главное, до того, как пришел Иисус Христос. Он пришел, конечно, не для того, чтобы отменить закон, пришел для того, чтобы исполнить закон. Но исполнив закон, он внес новые правила или внес новую систему отношений между Богом и человеком. И вот следующая диспенсация, диспенсация, в которой мы с вами живем сегодня, это диспенсация благодати. Диспенсация, когда главная задача человека – это найти общение с Богом, получить прощение у Бога через покаяние, по благодати, через веру. В связи с этим вопрос, какое значение имеют для нас заповеди? Ответ – да, они, конечно, имеют значение, но эта заповедь написана уже в сердце человека, а не на скрижалях каменных. Эти скрижали – сердце человека. Бог дал нам новый закон, и он написан в наших сердцах, как, собственно, и было предсказано еще в книге пророка Иеремии. Вот это новое время, в котором мы с вами сегодня живем. И в результате у человека выбор – принять Божий дар или нет. Со временем история будет развиваться так, и мы уже видим, что она именно так развивается, что люди отказываются принимать Божий дар, что приводит в конечном счете к великой скорби. Великую скорбь иногда рассматривают как отдельное время, отдельный период и отдельную диспенсацию. Другие авторы не выделяют ее в качестве отдельной диспенсации, и следующей, последней диспенсацией называют тысячелетнее царство. Когда Христос придет вместе со своим народом и установит новое царство, это царство будет существовать тысячу лет, в этом царстве он сам будет царствовать вместе со своими людьми, вместе с нами, и это будет царство праведности. И в конце этого тысячелетнего периода, периода праведности, который иногда называют также латинским словом «миллениум», вот в конце миллениума или тысячелетнего царства возникнет новый и последний мятеж, предводителем этого мятежа будет сатана, и в конечном счете, в результате великой битвы, описанной в книге «Откровения», сатана будет низвержен окончательно в озеро огненное, а этот последний мятеж будет подавлен, и Бог установит новое небо и новую землю. Это уже 21-22 глава «Откровения» Иоанна Богослова. Вот такая периодизация, разделение истории человечества на несколько периодов, на несколько диспенсаций. Чтобы закончить разговор про диспенсационную, диспенсационалистскую теорию, приведу такую аналогию. Ведь диспенсация, диспенсационализм – это и вполне возможный взгляд на жизнь человека. Ведь, допустим, между родителями и детьми, отношения между родителями и детьми строятся по-разному в разные периоды жизни этих самых детей. И горе тем родителям, которые это не понимают. Ребенок до 3 лет, до детсадовского возраста – это одно, одна, так скажем, диспенсация. Это, конечно, далеко не диспенсация невинности, но все же. Ребенок от 3 до 6 лет, детсадовский возраст – это другое. Со школьником в младших классах отношения строятся так, а вот, допустим, со школьником уже в средней или в старшей школе по-другому. Представьте себе родителей, у которых, не знаю, ребенку в 18-19-20 лет он вышел или выходит из одной диспенсации и переходит в другую, а родители это до сих пор не поняли. И родители своему, не знаю, 18-19-летнему сыну говорят так, чтобы к 10 вечера был дома. И у сына такое, знаете, праведное возмущение, или у дочери праведное возмущение. Как? Почему? Я взрослый человек. Родители говорят, да, взрослый-взрослый, но все равно, чтобы в 10 был дома. Или другое, другая крайность. Представьте себе, что ребенку первокласснику или второкласснику родители говорят, ну, ты сам понимаешь, что надо учиться, я у тебя задания твоих проверять не буду. Вот, я надеюсь на твою совесть. Ну, понятно, совесть-то у него есть, но задания все равно надо проверять. В детстве, когда мне было лет 5 или 6, я очень любил, если мне доставалось хотя бы на минутку такая возможность, такая честь, сосать сосульки. Знаете, то, что по веснею с крыши висит. Да. И вот я никак не мог понять, почему родители мне это запрещают. То есть законничество такое, да, вот. Да не соси сосульки. Или да не будешь ты сосулек сосать. Я думал, что вот я вырасту, и тогда все сосульки моими будут. Вот потому, что не будет родителей, которые будут надо мной стоять, стоять у меня над душой и останавливать меня. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com И вот тогда, значит, соответственно, я буду иметь свободу. Я вырос. Почему-то больше мне не приходит в голову сосать сосульки. В юности я очень злился, почему меня родители постоянно будят в детстве или в юности в школу. Вот или родители, или будильник. Там в 7 утра вот этот безобразный будильник звенит, и почему-то надо вставать. Вот вырасту, буду спать до 12, а то и больше. Вот я вырос, будильник продолжает звенеть, а я теперь, да, как вы совершенно правильно сказали, стою над душой своих детей. То есть вот отношения между детьми и родителями изменяются с приходом новой диспенсации. А, ну уж когда мы женимся или замуж выходим, то это особая перемена. Вот опять-таки горе тем родителям и горе их детям, если родители не учитывают эту перемену. Там уже вот сын вырос, у него свои дети, а мама его там не может еще понять, что он вырос. Или дочь. Вот, то есть, в общем-то, это учение о диспенсациях соответствует и Священному Писанию, и соответствует устройству жизни. Другое дело, что любое самое красивое учение можно довести до абсурда. Можно долго спорить, сколько диспенсаций, 7 или 8. Можно спорить, где точно проходит граница между диспенсациями. Можно настолько разделить все, что вокруг происходит, что сам потеряешься, сам не сможешь, перестаешь видеть последовательность развития событий в Божьем Слове. Вот это потенциальная проблема. Другое распространенное богословское учение, оно проще, поэтому о нем можно сказать короче, называется, простите за кривой перевод, на русском есть два, на русском языке есть два перевода с английского названия этого богословия, ковенантная, ковенантная теология, ковенантная, или богословие завета, богословие завета, от английского выражения covenant theology, covenant theology, это, собственно говоря, есть завет. Значит, ковенантное богословие или богословие завета. Если хотите, богословие договора. Богословие договора выделяет два договора между Богом и человеком. Договор дел до грехопадения, или завет дел и завет благодати после грехопадения. Обратите, пожалуйста, внимание вот на это разделение. А не смерть Иисуса Христа, а грехопадение человека. Итак, еще раз. Завет дел это первые три, даже не полностью первые три, главы богобытия. Когда человеку было сказано будешь поступать так, будешь жить. Поступишь по-другому, не будешь жить. Смертью умрешь. Человек сделал свой выбор. Завет дел не сработал. Второй завет, который включает в себя и верующих Израиля, и современных верующих, это завет благодати. А как же закон? Да закон это тоже проявление Божьей благодати. Закон был сделан для того, чтобы показать человеку, Божья праведность. Но по большому счету никогда никто не спасался исполнением закона. Ну просто по той простой причине, что целиком закон никто не мог исполнить. Поэтому еще в ветхозаветные времена существовало жертвоприношение. Но и жертвоприношением никто не спасался. Потому что жертвоприношение было примером, помогавшим людям понять, что за совершение греха должна пролиться кровь и ожидать окончательного избавления, окончательного искупления в Иисусе Христе. То есть, в этом учении, в этой богословской системе получается, что Ветхий Завет к нам непосредственно относится. Но читаться он должен через Христа, через служение Христа. Заповеди Ветхого Завета, те, которые мы можем исполнить, нет церемониальные заповеди, конечно, мы их исполнить не можем, потому что ситуация другая. Но все остальные заповеди тоже относятся к нам. Но нужно понимать, что исполнением заповедей мы не спасаемся. Другое важнейшее различие между диспенсационализмом и ковенантным богословием, ковенантной теологией, заключается еще и в соотношении Израиля и Церкви. И это также имеет значение для нашей интерпретации Библии, для нашей толкования, для нашей герменевтики. А диспенсационалисты очень четко различают два Божьих плана. Божий план для Израиля и Божий план для Церкви. Вот с одной стороны Израиль, и Бог работал через Израиль, и более того, как мы узнаем в 9-10 главе послания к римлянам, этот план для Израиля не завершен. Бог еще приведет Израиль к покаянию. Бог еще будет действовать, пробудит свой народ. И такая скобка, в которой мы с вами живем, вот эта скобка, когда Бог на какое-то время, причем получается, что на довольно продолжительное время, как бы отставляет в сторону развитие своего плана для Израиля, и начинается Божий план для Церкви. Вот эта скобка, в которой мы живем, это и есть жизнь, служение Церкви. А представители диспенсационализма никогда не путают Церковь и Израиль. Поэтому те обещания, которые даны Израилю, совершенно необязательно относятся к Церкви. Это обещание Израилю, например, обещание Бога, Божия, соберу вас, что он собрать, он соберет свой народ. Это обещание, как относилось к Израилю в Ветхом Завете, так и сейчас к нему относятся. К Церкви есть другие обещания. Ученые говорят о двух разных Божьих программах действия, двух планах действия для Израиля и для Церкви. Это диспенсационалисты. Представители ковенантного богословия очень часто считают, что Божия программа, что Бог теперь в своих обещаниях, в исполнении обещаний сделал Церковь новым Израилем. Иными словами, Церковь, Павел об этом говорит, Израиль Божий. Значит, израильский народ не послушался, израильский народ отступил от Бога, и вот обещания, обетования, которые были даны, и отношения, которые существовали между Богом и Израилем, теперь перешли на отношения между Богом и Церковью. И покаяние Израиля, конечно, произойдет, но не потому, что Бог продолжит свой план для Израиля, а потому, что Израиль присоединится к новой Божьей общине, которая и есть Церковь. Вот, и это на самом деле очень серьезный и большой вопрос, вопрос и герминевтики, в частности. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»